Всем привет! Рабочая неделя только началась, а мы уже готовы поведать вам о самых интересных киберспортивных событиях прошедших дней. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о чемпионах лангфиналов SLA League в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive, от кого избавились Natus Vincere, расписание Dreamhack Leipzig и первых приглашенных командах на Captain's Draft 3.0. Вчера подошел к концу один из первых масштабных турниров 2016 года в дисциплинах Dota 2 и CSGO. В финале по небезызвестной мобе сошлись чемпионы прошлых лет, победители The International, The Alliance и Evil Geniuses. Соперничество было принципиальным, тем более, что в рамках групповой стадии на этом же турнире ЕГЭ проиграли Alliance. Американцы жаждали реванша, но шведы оказались слишком крепким орешком. Несмотря на то, что буквально шесть дней назад шведские игроки с трудом добрались в Минск, они разделались со своими визави всего за две карты, тем самым заработав первый трофей в новом году и 100 тысяч долларов. Кроме того, они обеспечили себе статус одного из фаворитов на предстоящем мейджор-эвенте в Шанхае. После того, как определились чемпионы 13-го сезона в дисциплине Dota 2, на сцену вышли Fnatic и Natus Vincere, которым также предстояло помериться силами и определить владельца трофея в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Несмотря на то, что рожденные побеждать являлись действующими чемпионами SLTV Star Series и зал всеми силами поддерживал любимую команду, Na'Vi не удалось сдержать натиск с шведской пятерки, и они потерпели поражение на обеих картах. Fnatic, в свою очередь, в очередной раз доказали свое превосходство на профессиональной сцене и начали Новый год с выигранного масштабного турнира и денежного вознаграждения в размере 90 тысяч долларов. В последнее время неудовлетворительные результаты сопровождали команду Natus Vincere в дисциплине Dota 2. И как часто это бывает, грядут последствия в виде перестановок внутри коллектива. Пятым лишним оказался Дмитрий Ахмо Морозов, которого было решено исключить из состава. Напомним, что вместе с Ахмо команда заняла второе место на BTS Europe номер один, а также провально выступила на отборочных The Shanghai Major и LAN в финалах SLI League Star Series. А совсем недавно появились слухи о том, что Дмитрий недоволен атмосферой внутри команды и не согласен с капитанскими методами Ивана Арстайла Антонова. Более того, в интернете ходила информация, что игрок намеренно сливал результаты праков своей команды. Как будто ни было, вчера его карьера в украинской организации подошла к концу, а рожденные побеждать снова остались в поисках нового игрока. Не успели вытихнуть эмоции после зрелищных LAN-финалов SLI League, как организаторы DreamHack поспешили опубликовать подробное расписание игр главной дисциплины DreamHack Leipzig Counter-Strike Global Offensive. Уже в эту пятницу Virtus.pro, Natus Vincere, XTSM, а также датский дуэт в лице Team Dignitas и SK Gaming, которые получили свои слоты благодаря победе на квалификации, начнут борьбу за общий призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Старт мероприятия назначен на 15.30 по московскому времени на знаменитый Leipzig Trade Fair, а продлится турнир вплоть до воскресенья. Восемь команд разделят на две группы, где они сыграют по системе Double Elimination, более знакомой нам как JSL-система. Групповая стадия пройдет в двух форматах – Best of One и Best of Three. Спустя год после второго сезона известная американская студия Dota Cinema анонсировала свой следующий турнир из серии Captain's Draft. На этот раз партнером в организации выступила студия Mundag TV, собравшая в своем составе известных комментаторов, некогда ушедших из более влиятельных организаций. Организаторы анонсировали как приглашенные коллективы, так и список из команд, которым предстоит пройти отборочный этап. В рядах первых числятся Virtus.pro, Vegas Squadron, Team Empire, Evil Geniuses, Team Liquid и Alliance. На квалификации было выделено 8 слотов, два из которых заняли представители Северной Америки. Турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов стартует уже завтра. А для тех, кто слышит о турнире впервые, напомним, что главным отличием ивента от стандартных чемпионатов является то, что вместо привычного всем Captain's Mod мы будем наблюдать стадию драфта по 150 секунд и наслаждаться нестандартными пиками. Ну а у меня на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok